здравствуйте хочу показать на какой стадии у меня новый свитер с кокеткой горловинка высокая вы знаете стоечка получилось это хорошо я уже говорила что тут у меня полтора ряда кетлевки несмотря на то что такое не умела и можно даже так сказать я просто решила попробовать а потом передумала во время вязания ничего не распускала скажем вот так появилась эта кетлевка но несмотря на эти полтора ряда кетлевки как я говорю она очень красиво здесь ложится длинная такая регланная линия я замеряю и замеряю уже когда когда буду набирать петли рукава то сейчас не не очень не будет удобно все-таки здесь петель многовато 260 петель у меня получилось вот на этом моменте когда я разделяла вперед спинку рукава отделяла до переодевала их на ниточки спицы 6 поэтому ну и сами ниточки такие очень-очень это альпака акрил альпаки здесь совсем мало альпака вильного выпасу дает такие шутки мне очень нравятся да очень мало этой альпаки и 15 кажется процентов у меня это турецкая пряжа это какая-то пряжа остатки никакой нету информации более конкретной потому что нету этикеток но я помню по описанию что здесь альпаки около 15 процентов акрил и какая-то хлопковая нить бавовна судя по всему для для скрутки вот и все-таки 260 петель это много на рукава у меня ушло по 45 петель на рукава это получается 90 и по 85 петель перед и спинка я не делила я не делила больше меньше на период и спинку не разделяла вывязала азиатский росток вот здесь видно да по ширине цвета видно что азиатский росток вот он на спинке идет также здесь видны переходы как я тут чуть-чуть провязывала ниточками но здесь хорошо ниточки друг друга держатся легко их между собой связывать вот такую одну линеечку пустила здесь я уже фантазировала как мне как на сердце лежит вот так в данный момент выглядит это изделие одно длинное оно длинное я сделаю конкретные замеры и тогда уже наверное будет более понятно когда наберу на рукава чуть-чуть провяжу вот на рукава буду набирать этот ягодный буду вывязывать вот на это расстояние на рукаве ягодный а может даже больше а потом дальше уже буду смотреть как будет у меня рукав получаться или буду повторять рисунок или буду делать что-то что-то похожее но вот серый не знаю хватит ли мне закончить также манжет как резиночку снизу или рукав заканчивать вот такой вот такой резиночкой такой цвет как горловина то есть вы видите что они у меня не соответствуют друг другу когда мне хотелось чтобы низ был у меня более такой темный мне кажется из-за этой светлой пара полосы он более держит баланс когда темный чем если бы у меня здесь была ягодная резинка да думаю думаю что так что так лучше ну вот такое изделие в данный момент 260 петель на на это изделие на мой размер см это конечно многовато посмотрим как после стирки будет но это очень такой по плечам хорошо вот по плечам то есть вот эта часть назовем это линия ростка ростка здесь нету потому что это круглая кокетка сидит хорошо а вот здесь вот я даже здесь предыдущие я прямо кокетки которые я еще не довязала уже рукава довязывая вам покажу там ну такая как-то кешусь вышло вот вот здесь лучше всего максимально вот здесь петли набирать а потом все легче легче спуск делать тогда вот тут не будет такого количества складок хотя видите вот у меня раз-два-три вот как-то туда их нужно было уводить или меньше просто провязывать это количество может даже может быть даже сократить ну и никакие подрезы под рукавами я не делала я просто связала вот так вот посмотрим я внахлёст связала петли перемен поменяла их местами друг с другом как при объединении и внахлёст связала никаких подрезов я там не делала потому что уже и так было очень широко мне нравится эта пряжа нельзя сказать что она натуральная но также нельзя сказать что она искусственная ну вот такая пряжа вот здесь видите как у меня этот helix как такой косо криво здесь пошел а потом а потом выровнялся вот но под рукавом будет может менее заметно вот такой вариант пряжи название сказать не смогу когда наберу петли рукава чуть-чуть провяжу я тогда замерю размеры более более точно ну а Продолжение следует...